Банк России продолжит в следующем году отзыв лицензии у кредитных организаций, но в более равномерном и упорядоченном режиме, полагает президент, председатель правления банка ВТБ-24 Михаил Задорнов. Как он сообщил, среди крупных банков есть те, которые находятся в предбанкротном состоянии. Цитирую, рынок их знает, видит, будет ли ЦБ у них отзывать лицензии, не знаю. Он, видимо, будет выстраивать политику так, чтобы иметь и свой ресурс, и ресурс АСВ, чтобы процесс был управляемый, чтобы люди не пугались, считает Задорнов. Он добавил, что банки, у которых может быть отозвана лицензия, есть и среди 50 крупнейших. Здравствуйте, в эфире программа «Продокс». В студии работает Александр Вейкер. У нас в студии профессор, член национального банковского совета, советник председателя Центробанка Павел Медведев. Здравствуйте, Павел Алексеевич. Здравствуйте, немножко устаревшие сведения, уже не член национального банковского совета и уже не советник, а финансовый омбусмен совсем наоборот. Понятно, так и будем представлять. И управляющий директор группы компании «Алор» Сергей Хистан. Здравствуйте, Сергей Александрович. Здравствуйте. Ну, вы также, уважаемые слушатели, можете присоединиться к нашему эфиру. Звоните по телефону 65 10 99 6, код города 495. Считаете ли вы, что отзыв, лицензия у российских банков – это предвестник кризиса? Да или нет? Звоните, высказывайте свою точку зрения. Или пишите нам на сайт, сайт финам.фм, на страничку программы «Парадокс». Уважаемые господа, я вот тут рылся в интернете и нашел 4 фактора, да, или 4 факта о российских банках, которые очень многие называют предвестниками кризиса. Ну, во-первых, среди стран большой двадцатки Россия занимает второе место после Соединенных Штатов Америки по количеству банков, приходящимся на миллион граждан. Глава ВТБ Костина в октябре этого года заявил, что большое число мелких банков несет потенциальную угрозу российскому банковскому сектору. Это первое. Второе. Наиболее активно Банк России отзывал лицензии в период с 2001 по 2005 годы. Всего за этот период лицензии лишилось 775 кредитных организаций. Следующий пик пришелся на 2008 год. А проблемы и отзыв лицензии у банков, как правило, один из ранних признаков надвигающегося финансового кризиса. По крайней мере, так очень многие говорят. И вот в июле-октябре 2013 года лицензии были отозваны у 16 банков, тогда как в первом полугодии только у двух. Третье. Лидер банковского рынка СНГ по величине активов Сбербанк. У него также больше всего сотрудников. В списке непотопляемых составленным ререйтингом этот банк находится на первом месте. Вот этот банк вообще выделяют как отдельную составляющую, по крайней мере, на нашем рынке. Четвертое. Характерной особенностью последних месяцев является бурный рост потреб кредитования. С 1 января 2014 года кредиты с эффективной ставкой свыше 45% окажутся практически под запретом. Так что банки не смогут покрывать очень высокие риски сверхвысокими ставками. Вот хотелось бы понять, как вы видите признаки, вот эти признаки надвигающегося кризиса, Павел Алексеевич? Ну вот заявление Костина. Слишком много мелких банков. И они потенциальной опасностью. Они, по-видимому, склонны приворовывать. Это такой классовый расовый подход. За руку ловить не надо, а просто нос не той формы. Наверное, жулик. Давайте превентивно посадим в тюрьму. Мне эта логика не нравится. Если какой-то банк нарушает, ну, конечно, надо его наказывать. Маленький он, большой. Когда-то Игнатьев статистику огласил, оказывается, отмыванием занимаются более-менее равномерно. И банки покрупнее, и помельче. Ну, мы это и увидели, да. И помельче. Так что я бы все-таки наказывал за преступление, а не за цвет кожи. Теперь является ли такой быстрый отзыв большого количества лицензий в короткое время предвестником кризиса? Я бы, наоборот, сказал, что кризис является причиной того, что отзываются лицензии. По большому счету, не изменилось ничего. Игнатьев, вступая на свою, первый раз на свою высокую и тяжкую должность, пообещал наладить надзор. Я с огромной симпатией отношусь к нему и тогда тоже относился. Я очень вздрогнул, потому что это очень трудное дело. За 11 лет работы он продвинулся очень далеко. Не так далеко, как ему хотелось бы. И это черным по белому им написано в статье, не помню в какой газете. Но очень откровенное, очень хорошее, очень достойное такого деятеля. Другого слова не найдешь для того, чтобы его обозначить как Игнатьев. Пришел следующий председатель. Вот точно не новые метла. Это замечательные качества. Вот напрягался, вспоминал, кто бы своего предшественника на любом важном посту не только бы не обвинил во всех тяжких грехах, которые только возможны, но публично попросил президента. Зачем, спрашивается? Назначить советником? Председатель Центрального банка назначает советников так, как ему хочется. И не должен советоваться с президентом. Зачем им публично она об этом сказала? Для того, чтобы публично продемонстрировать уважение. Почему она его представила в качестве члена совета директоров? Это очень высокий пост в Центральном банке. Он теперь избран, он является членом совета директоров, потому что она готова продолжать его правильную линию в надзоре. У нее, конечно, характер не совпадает с характером Игнатьева, и она не обязана быть вторым изданием Игнатьева. У нее свой темперамент, она вполне симпатичный человек, но не совпадающий с Игнатьевым. Более жесткий? У нее, я думаю, я думаю, что у нее... Более решительный? Я думаю, что главное, что у нее другой круг, на который она может опираться. И по-видимому в этом другом круге есть достаточно могучие люди, которые ей пообещали поддержку тогда, когда она будет принимать трудные решения. Некоторые решения безумно трудные. Когда-то, в старые-старые времена, Андрей Андреевич Козлов убедил меня внести поправку в закон о банках и банковской деятельности, которая мне ужасно не нравилась. Поправка такая, она до сих пор существует. Если относительная достаточность капитала банка снижается до 2%, Центральный банк обязан отозвать лицензию. Я ему говорил, Андрей Андреевич, ну зачем же вы на себя хомут такой навешиваете? Вдруг вы будете понимать, что даже при 2% банк жизнеспособный? Он мне ответил очень ясно. Для того, чтобы у нас было орудие борьбы с телефонными звонками, пытаясь отозвать лицензию, откуда-то сверху, с высокого-высокого верха звонок, да не подождите. Если у нас будет обязанность, сказал мне Андрей Андреевич, тогда мы будем хотя бы вот в таком уже критическом состоянии банки убирать с рынка. Итак, по-видимому, у Эльвиры Набиулиной другой круг людей, на которых она может опираться. И слава богу, этот круг добавился к опоре Игнатьева. И насколько я понимаю, они вместе продолжают линию, которую наметил Игнатьев. По поводу Сбербанка я, честно говоря, не очень понял, что сказано. Слава богу, Сбербанк, насколько я понимаю, твердо стоит на ногах. И это очень хорошо, потому что, если не дай бог, хоть какой-то намек появится, что в Сбербанке что-то неблагополучное, это для всей нашей экономики, для всей страны будет плохо. Но никаких намеков нет, а слава богу. То, что Сбербанк такую огромную роль играет в нашей банковской системе, это, конечно, плохо для банковской системы, не для Сбербанка. Но я надеюсь, что постепенно экономика будет развиваться, и банковская система будет совершенствоваться, и более равномерно ответственность распределится. Потреб кредитов. В последнее время потреб кредитов не растут так быстро, как, скажем, ну, дай бог памяти, год тому назад. Кое-какие меры принял еще Игнатьев, теперь продолжает. А Набиулина, хотя положение... Но кредитного дефолта не будет? Ну, мне хочется надеяться, что не будет, и если будет, будут трудности. Трудности возникают у граждан. Вот я, как финансовый омбудсмен, я принимаю жалобы граждан в основном не на финансовую организацию, а на судьбу. Человек взял кредит, будучи здоровым, веселым, знавшим таблицу умножения, посчитал, что будет рассчитываться, и, здрасте, пожалуйста, заболел. Или, здрасте, пожалуйста, потерял работу. И он не жалуется на банк, он не считает, что банк виноват. Он пишет, что делать? Помогите. Вот таких заявлений становится все больше и больше. Ну, сейчас говорят, что около 20% заемщиков, но об этом чуть попозже мы говорим, после новостей, у которых испытывают проблемы. О них как раз мы поговорим сразу после новостей на Фином.фм. Мы сегодня говорим о состоянии на финансовом рынке России, в частности, о российских банках. Мы уже говорили о том, что Банк России продолжит в следующем году отзыв лицензии у кредитных организаций, но в более равномерном и упорядоченном режиме, так полагают сами банкиры. У нас сегодня в студии профессор финансовый омбунтсмен Павел Медведев и управляющий директор группы компании Лорсик Ехистанов. Вы же, уважаемые слушатели, можете позвонить по телефону 65 10 99 6, код города 495, высказать свою точку зрения, что вы чувствуете, знаете, понимаете о той ситуации, которая складывается сейчас на российском банковском рынке. Считаете ли вы, что отзыв лицензию российских банков – это некий предвестник кризиса или нет? Или пишите нам на сайт финанс.фм, на страничку программы «Парадокс». Сергей, коротко ваша позиция, потому что мы не успели в первой части понять, что вы думаете по этому поводу. Совсем коротко. Если вот прям по пунктам, как они были указаны. Да, вот четыре пункта. Первый пункт, что у нас количество банков на душу населения очень большое. Это исторические причины. Кстати, нечто подобное было не только с банками, но и с брокерскими компаниями. В давние времена, когда только формировалась архитектура банковской системы, получить лицензию банковскую, как и брокерскую, кстати говоря, было очень легко. И в результате, вот я хорошо помню те времена, мне даже в 90-е годы довелось чуть-чуть поработать, в маленьком банке, многие крупные предприятия просто иногда про запас, благо недорого, создавали свой банк. Вот в этом и причина, почему их так жутко много. И это же объясняет, почему отзыв с лицензией в начале 2000-х годов массово произошел. Поменялась экономическая ситуация, многие предприятия испытали трудности, им было просто накладно содержать карманные банки. Ну и поэтому такой массовый отзыв с лицензией был. Некоторое рациональное зерно в критике, что эти факторы могут повлиять на, и быть предвестником банковского кризиса, есть, но достаточно слабое. Потому что здесь действительно, как Павел Алексеевич правильно указал, трудно различить следствию и причину. То есть по времени события близки, и что есть курица, что есть яйцо, вот в таких вещах определить не так уж и просто. Указание на то, что доля Сбербанка вообще в банковской системе России очень велика. Даже на СНГ. Ну это тоже исторические причины, надо помнить откуда это идет. И понятно, что это не очень хорошо, но точно так же понятно, что это реальность на ближайшие 5-10-15 лет. С потреб кредитами ситуация, опять-таки, достаточно драматичная. Причем особенно драматичная для отдельных граждан, которые действительно иногда неумышленно попадают в сложную ситуацию. Новый фактор, который не прозвучал, но может быть сыграет свою роль. Исследователи рынка новостроек утверждают, что в новостройках эконом-класса, особенно это связано с территорией так называемой Новой Москвы, не так давно присоединенная, доля ипотеки приближается к 100%. Это говорит о том, что не относительно всего рынка, а относительно как минимум одного сегмента, по которому есть сведения, призрак американского 2007 года, а там все начиналось как раз с ипотечного кризиса, он где-то тут начинает у нас прорисовываться. То есть это некий пузырь? Это не то чтобы пузырь, это просто тот фактор, который в свое время послужил спусковым крючком американского кризиса, с чего все и началось. У нас это пока, к счастью, только в одном сегменте, и совсем не факт, что это все так же трагически кончится, но тем не менее такой грустный предвестник. Давайте послушаем Вадима, который к нам дозвонился. Вадим, здравствуйте. Здравствуйте, Вадим, политаналитик Самара. Да, здравствуйте. Я хотел бы спросить у ваших гостей. Скажите, пожалуйста, а почему нельзя ввести градацию банков? Ведь в свое время, например, до революции купцы были разной гильдии. Первой, второй, третий. И каждой гильдии соответствовал определенный уровень оборота, определенный уровень каких-то операций. Таким образом, если бы это было, мы бы могли бы как-то стимулировать те или иные финансовые учреждения и к росту, и к определенной порядочности. Спасибо. Вадим, но это же сделано. Откройте сайт Центрального банка, и вы сможете увидеть отчеты банков. Вы можете понять, у кого капитал. И это, естественно, такая градация. Дальше что вы с этим делать-то будете? Абсолютно верно. Более того, эти данные в открытом доступе. Любой желающий может с ними ознакомиться. Кроме того, банки обязаны публиковать отчетность по закону. Другой вопрос, что действительно, извлечь какую-то конструктивную пользу из просто градации довольно сложно. Хотя, вот в предложении слушателя есть рациональное зерно. В тех же пресловутах США банки делятся на две большие категории. Обычные судосберегательные банки, которые похожи на наши. И инвестиционные банки, которые не имеют права принимать вклады и выдавать кредиты. Вот может быть нововведение такого типа со временем и заинтересует нашего регулятора. Смотрите, что пишет один из наших слушателей. Зовут его Андрей. Ну что я могу коротко сказать? Первое. Валюту буду забирать и евро выведу в туда. Благо в ЕС у меня есть счет. Второе. Буду докупать доллары до нужного мне количества. Третье. В сберкассу я не ногой, восклицательный знак. Четвертое. Кредитные карты оставил одну с лимитом в 10 тысяч рублей. Пятое. Когда в 2015 году в середине года закончатся вклады под 12% в рублях, то я деньги заберу, оставлю так, по мелочи, 100 тысяч рублей. Это реакция нашего слушателя. Ну, Андрей, вы поступаете так, как вы считаете нужным. А для всех остальных я замечу, что банки для не очень богатых людей более-менее надежны, потому что действует закон о страховании вкладов, действует практически 10 лет, там, без малого. За 10 лет он не то, что ни разу не был нарушен в том смысле, что кому-то денег не додали. Он не был нарушен даже в том смысле, что не опоздали на один день с выдачей этих денег, хотя условия очень жесткие ни в одной стране, насколько я понимаю, таких жутких условий нет. За две недели нужно сообразить, кому сколько заплатить и начать выплаты. Так вот, это всегда происходило так. Ну, разумеется, если наступит конец света, тогда закон о страховании вкладов не будет действовать. Но я надеюсь, что конец света не наступит. Но пока 700 тысяч, да, у нас надежно. Да, 700 тысяч, но добавлю, что если Абрамовичу хочется разложить надежно свои деньги, он может по 700 тысяч, ну, чуть меньше, что проценты поместились, разложить по 900 банкам. И это получается очень неплохая сумма. Ну, понятно. 65 10 99 6, код города 495. Звоните, задавайте свои вопросы и либо высказывайте. Или пишите нам на сайт финам.фм на страничку программы Парадокс. Ну, вот сейчас даже речь уже зашла о том, что могут быть проблемы у некоторых крупных банк, которые входят в рейтинг 50, по крайней мере, об этом сказал Задорнов. Так ли это на самом деле? Чем это нам грозит? Я думаю, что проблемы уже есть в том смысле, что работать на рынке стало заметно труднее, потому что трудно работать клиентом. Ведь банк это чисто служебная организация. Сам по себе банк никому не нужен. Он нужен только как обслуживающая организация. он обслуживает клиентов. Клиенты это юридические лица, ну, мелкие предприниматели, индивидуальные предприниматели, физические лица. И всем сейчас трудно. Действительно... А клиентам трудно принять решение, да? То есть... Клиентам трудно заработать деньги. Для того, чтобы банк был нужен, но нужно, чтобы клиенты умели зарабатывать деньги. Не то, что они совсем не зарабатывают. Более того, номинальная зарплата даже в этом году растет и вырастет. Другой вопрос, как этот прирост распределится между разными слоями населения. У меня сильные подозрения, что бедная часть населения не получит прибавки. Стало еще беднее. А богатые еще богаче? А богатые стали немножко богаче. Не очень сильно, потому что не сильно выросло. Доходы за год выросли в среднем не очень сильно. Если клиентам плохо, то и банкам не очень хорошо. Клиенты чаще вовремя не возвращают кредиты. Больше с ними надо работать, больше уделять внимание каждому клиенту. Раньше он автоматически платил то, что ему надо было заплатить, а теперь ему 20 раз надо позвонить. Это так только кажется, что позвонить легко. Если один сотрудник сидит и целый день звонит, а если 10 сотрудников а если 100 сотрудников целый день звонят, они вместо того, чтобы зарабатывать деньги, только деньги из банка отсасывают им. Зарплату-то надо платить. Ну понятно. Я бы хотел еще понять, что сейчас делать этим клиентам банковским, то есть какие действия предпринимать, насколько пугаться, не пугаться этой ситуации, то есть лучше ли может быть свои вот эти деньги, которые вложены в банки, как-то пересмотреть свои вложения, перевести в валюту, в золото, не знаю, что сейчас лучше делать, Сергей? Вот первый слушатель, который так агрессивно отнесся и проинтерпретировал те события, которые происходят в плане агрессивной критики и воспринимает нашу систему как очень рискованную, в части его опасений есть рациональное зерно, но только в части. Во-первых, ну тоже ни для кого не секрет, что девальвационные настроения витают в воздухе, соответственно интерес к валютам, прежде всего к доллару США, возрастает. К сожалению, это есть, это фактор, который игнорировать никоим образом нельзя, и для человека, который собирается накапливать, сберегать эти деньги год-два, может три, доллар смотрится явно лучше. При всей любви к национальной валюте все-таки безопаснее, там на горизонте год-другой хранить в долларах. С ними гораздо спокойнее. Или евро. Евро, там есть некоторые оговорки политического характера, там в самом Евросоюзе нет полного согласия, что несколько осложняет анализ. С долларом просто проще будет. Не обязательно доходнее, но проще точно. Еще один фактор риска, о котором... Ну вот про этот факт риска нам расскажете сразу после новостей на Финам.фм. 65 10 99 6 код города 495. Звоните. 65 10 99 6 код города 495. Или пишите нам на сайт финам.фм на страничку программы Парадокс. Сегодня мы говорим о факторах, о предвестниках возможного кризиса, о которых так говорят, прежде всего на банковском российском рынке. У нас в студии профессор, финансовый омбудсмен Павел Медведев и управляющий директор группы компаний Лор Сергей Хистанов. Сергей, заканчивайте свою мысль. Еще один фактор, который отсутствовал в предыдущие годы, но возможно в ближайшие 1-2 квартала мы, к сожалению, его увидим. Дело в том, что те выплаты, которые произвело и производит АСВ, достаточно велики по сравнению с... Да, 51 миллиард, по-моему, да, звучало уже. Это только последнее. Надо учесть в случае с банком Пушкина и с мастер-банком. Если их суммировать, то сумма получается... Это рекордная сумма была. Бугающе большая. Да. Более того, если сравнить, как скоро АСВ компенсирует эту сумму за счет взносов, которые в систему страхования вкладов платят банки, то получается где-то на уровне полутора лет. Представляете, чтобы компенсировать эти выплаты, должно пройти полтора года, пока банки постепенно, привлекая новые вклады, опять-таки, если они таким же темпом их будут привлекать, что тоже не факт, произойдет компенсация. Всем понятно, что за полтора года еще ни один и ни два банка лишатся лицензии. А то как бы и не... Ну да, тенденция понятная. И, соответственно, вот эта обстановка наводит на мысль, что, скорее всего, сама логика работы АСВ будет так или иначе пересмотрена. Как это будет, пока не ясно. Возможно, два варианта. Либо малые, более рискованные банки будут обязаны платить больше. На этом настаивают крупные банки и настаивают не без оснований. Кто рискованнее, тот пусть больше платят, то менее рискованные меньше. В обычном страховании так оно и есть. Менее рискованные клиенты за ту же страховку платят меньшую страховую премию. И это справедливо. Второй вариант, который тоже лоббируется многими банкирами, заключается в том, чтобы компенсировать была не такая, как сейчас. Ведь сейчас шикарные условия компенсации. Человек получает и по рублевым, и по валютным вкладам, и вклад, и проценты, и не теряет ничего. Понимаете? То есть, вкладчик сейчас в пределах 700 тысяч защищен железобетонно от всего. Так вот, предлагается либо страховать только основную сумму депозита без процентов, а некоторые даже предлагают страховать, допустим, 90 процентов. Как только будут введены изменения, сразу будет подорвано отношение клиентов банков. Это с одной стороны вызовет натиск на банки, но с другой стороны это сильно перераспределит рынок депозитов в пользу легко догадаться каких банков. И какое решение будет принято, пока вопрос открытый, пока рано даже обсуждать вероятности. Но тем не менее, вдумчивый вкладчик, вот если наши слушатели достаточно вдумчивы, они вдумчивы, поверьте мне, вот я бы им посоветовал просто внимательнее, хотя бы в полглаза отслеживать все новости, соответственно, касающихся законопроектов в этой сфере. Потому что, скорее всего, где-нибудь через полгодика, плюс-минус туда-сюда, какие-то изменения будут. И быть, соответственно, во всеоружии и реагировать на это дело грамотно. Владимир Алексеевич, а вот среди моих знакомых многие, у кого крупные суммы денег были на счету в банке, и это не 700 тысяч, а гораздо больше. То есть люди собирали деньги, допустим, на покупку квартиры, они не хотели брать ипотеку. Просто нам просто после первых же отзывов лицензии, после мастер-банка и особенно после четверга, они тут же сняли просто эти деньги. Таким образом, вот это некая истерия, которая вот сейчас, ведь к этому нужно тоже подходить несколько корректно. Может быть, спешит Центробанк? Такого рода, нагнетая эту обстановку. Ну, спешит или нет, я думаю, что вопрос не в этой плоскости находится. У Центрального банка нет выхода. Если банк проел капитал, то есть, ну, что делать? Ведь он влезает в чужие деньги, он начинает приворовывать, может быть, вполне добросовестно, то есть, он не кладет в свой карман не кладет в свой карман эти деньги, а просто не умеет. Понятно. Из-за бестолковости он лишает клиентов денег. Центральный банк этого терпеть не может. Я хочу два замечания сделать по поводу того, что сказал Сергей. Мне кажется, минимально добросовестный законодатель не может изменить принципиально закон о страховании вкладов, потому что, если выплачивать не полностью все деньги вместе с процентами, тогда закон теряет свой смысл. Он сдерживает панику. Человек не человеку нельзя убедить в том, что 90% его накоплений ему достаточно, а остальных он может не беспокоиться. Он начинает беспокоиться об остальных инвесторе пугливый народ. И забирает все деньги из банка, и тем самым закон, который прекрасно свою роль сыграл в 2008-2009 году, становится бессмысленным. Теперь по поводу взносов, которые компенсируют те потери АСВ, которые действительно АСВ несет. Оно, агентство несет. Кроме взносов, ведь агентство еще получит деньги с банков, потому что АСВ наряду с гражданами стоит в первую очередь за получением денег. Так как АСВ более или менее правильно банкротит банки, не так, как в старые времена частные управляющие это делали. Есть надежда, что в первую очередь будет выплачено все или почти все, даже вот в тех банках, которые теперь на слуху. Следовательно, де-факто окажется, что АСВ просто ничего не заплатил, если эти деньги будут возвращены. Давайте послушаем Сергея. Сергей, здравствуйте. Здравствуйте. Я хочу поговорить в свое любимое радио в очередной раз про интересную тему, интересных собеседников. И с вашего позволения несколько вопросов. вот что называется человека, который на переднем крае этого фронта находится. Да, пожалуйста. С одной стороны мы предприниматели, с другой стороны банки. Вы знаете, мне кажется, что вот нашим банкам, уж не хочу никого обидеть, но им клиенты, ну, в частности, юрлица, да, допустим, вот я частный предприниматель, они им не сильно и нужны. Ну, другой способ заплатывает, для другого они существуют. я пока, к сожалению, вот работаю с начала девяностых с этих лихих, да, и во многих банках обслуживался, там, ну, не в очень многих, конечно, да, ну, там, с десяток имею, наверное, область. Так и не увидел того, вот, заинтересованности во мне, что я нужен, я нужен как клиент, что во мне есть какой-то интерес. А сейчас вы обслуживаетесь в одном из крупнейших банков? То есть, в топе, в топе, в топе, сейчас я обслуживаюсь не секрет в Сбербанке и хочу вам так сказать, вот даже слушал некое выступление и комментарии слушателей, да, Сбербанк, вот для меня, да, это как бы так сказать, это вот как такая брекливая корова, ее нужно приручить. Нет, Греф называет свой банк слоном, который он хочет научить танцевать, или, по крайней мере, двигаться. Вот я не знаю, вот вы как человек, который непосредственно является клиентом Сбербанка, вот научил он за эти годы танцевать, двигаться этого слона, или нет? Ну, послушайте, вы представляете, если частный предприниматель подходит к слону, а тот начинает танцевать и двигаться, да он мне все разнесет к тебе. Ну, вы же понимаете, о чем я говорю, то есть... Я понимаю, вы знаете, если они начнут двигаться, то у меня большой вопрос, куда они начнут двигаться и для чего. Ну, быть более сговорчивым, ну, то есть вам помогать непосредственно в вашем деле имеется в виду, вот я так расшифровываю слова Грефа. Я не вижу пока помощи, вот что-то такое, понимаете, вот мне, например, что называется, наша страна меня научила, да, я стараюсь кредиты практически не брать, вот на собственные средства живу. Чем я пользуюсь? Я пользуюсь обыкновенным обслуживанием, да, и я пользуюсь зарплатными картами. Ну, понятно, да. Вот практически... Деньги слишком дорогие для вас сегодня. Ну, не то, что они очень дорогие, а ответственность какая есть, а какой пакет документов собрать, ведь, ну, о чем мы говорим, сейчас, например, чтобы в Сбербанке, ну, условно говоря, взять 100 рублей денег, нужно им положить 100 рублей денег. Да. Вот система примерно... Ну, и смысл. Практически так. Зачем мне брать 100 рублей денег, чтобы для того, чтобы положить туда? Вот я не вижу. Сергей, сформулируйте вопрос, у нас очень мало времени, сформулируйте вопрос, который вы хотели. Вот вопрос такой, первоначально, не кажется ли вам, что банкам нужно развернуться в сторону клиентов, стать более клиентоориентированным? Может быть, это законодательно как-то можно сделать? Запретите некие операции, чтобы основной доход у них был именно от клиента, чтобы мы могли работать по нормальному книге. Понятно, спасибо. Сергей, прекрасное предложение. Давайте примем закон о культуре обслуживания и обяжем всех быть культурными, вежливыми, интересоваться потребностями клиентов. Это очень трудно делать. Это, знаете, как в том анекдоте про травку. Американец спрашивает англичанин, как такую хорошую лужайку сделать? Очень просто, отвечает англичанин, посеять травку и 300 лет подстригать. К сожалению, к сожалению, приходится долго ждать, пока газон хороший образуется. Ну, я надеюсь, что все-таки не 300 лет. И вот давайте будем справедливы. Банки начала 90-х, это же был просто полный кошмар. Сейчас их, надо сказать, что их было 3,5 тысячи. Теперь называешь эту цифру, сам не веришь. теперь все-таки получше. И Сбербанк за последние, ну, там, я не знаю, 5 лет очень продвинулся. Очень многие операции стали простыми. Ну, например, за телефон заплатить. Вот у меня плохая память. Никогда не помню. Несколько телефонов вынужден иметь. Никогда не могу запомнить номера. За меня Сбербанк запомнил мои номера. Ну, это же трогательно, правда? Вот позаботился о клиенте. Ну, этим сейчас в кавычках грешит не только Сбербанк, но и другие. Я же хвалю банковскую систему в целом. Давайте мы послушаем Елену, которая тоже давно нас ждет. Елена, здравствуйте. Здравствуйте. У меня вопрос к нашему эксперту, как у физического лица, который в результате последних действий вытерялся в своих сбережениях. Вот сейчас передача произвечала то, чтобы приниматься некие корректирующие меры, чтобы сократить выбраны из АСВ. То есть, сначала мы пытались построить какую-то цивилизованную культуру, выплат с помощью АСВ, страхование вкладов для людей, физических лиц, которые, в общем-то, не должны быть экспертами в экономическом состоянии банков, чтобы оценить их до того, когда они вкладывают эти средства. Представляете, ну, сейчас получается такая ситуация, что с одним из трех недавно банкрочных банков, банков проектного финансирования, что люди потеряли в нем все средства, выплат по АСВ не могут достать. Представляете, оказалось, что у банка очень много проблем. Подождите, Елена, подождите, 700 тысяч вы точно можете получить, если вы потеряли. А у вас больше был вклад? Ну, да, у меня был больше вклад, и сейчас, в общем, получается, что 4 недели вкладчики 3 недели оббивали пороги банка, и ни Центробанк, ни регуляторы никак не реагировали на то, что в этом банке творилось. Теперь оказывается, что люди погасили сервера, и Центробанк опять об этом ничего не знал, у него нет резервных копий операций, и что будет с нашими мингами, неизвестно. Очень бы хотелось к проблемам этих вкладчиков все-таки привлечь внимание СМИ в большей степени, может быть, даже пригласить сегодня на инфициальную встречу вкладчиков крупных вкладов этих трех банков. Павел Иксевич-то у нас сейчас в студии, поэтому вот сейчас будут новости на Финам.ФМ. Буквально через несколько минут мы продолжим разговор. Не отключайтесь, Елена, пока. Мы продолжаем говорить о проблемах в российском банковском секторе. У нас сегодня в студии профессор финансовый амбонсмен Павел Медведев и управляющий директор группы компании Лорсев Гехистанов. Я напомню, коротко, телефон 6510996, год города 495. Вы можете позвонить, задать свои вопросы, либо пишите нам на сайт финам.ФМ на страничку программы Парадокс. Павел Иксевич, давайте ответим Елене. Елене надо ответить, да. Да, потому что ситуация довольно-таки сложная, я так понимаю. Елена, я надеюсь, что ваши тревоги в значительной мере напрасны. Уничтожение данных, саботаж, бывал в истории работы АСВ. Ни разу это АСВ не поставило перед безвыходной ситуацией. Всегда АСВ находило способ выяснить, кому банк должен, сколько должен, и даже в самых трудных условиях никогда не опаздывал. Всегда на 14-й день. Но три недели, говорит Елена, уже проблема. Нет, нет. Проблемы были в банке до того, как они официально были заявлены. Это правда. И сейчас, если не забуду, попробую об этом тоже сказать. Теперь вы можете позвонить, это я Елене говорю, позвонить на горячую линию АСВ. Очень по-человечески, конструктивно, правдиво отвечают на все вопросы. Чтобы узнать телефон, надо выйти на сайт АСВ. Сайт очень хороший, понятный, дружеский. Изменения в законе я надеюсь, не будет. Во всяком случае, я буду категорически возражать, пока еще кое-кто слышит, что я говорю, и в общественном мнении я являюсь одним из авторов этого закона. Я надеюсь, что такие абсурдные изменения, как, например, неполные выплаты или невыплата процентов, такие изменения не будут произведены. Никогда, уж не говоря о том, что в такое напряженное время. Теперь по поводу, по большому счету, по большому счету, вы знаете, я начну с того, что расскажу присказку, которую меня научили американцы. Оказывается, на американском языке есть такое высказывание. Вам очень не повезло, если ваш банк обанкротился в пятницу, потому что вам ваших денег придется ждать до понедельника. Вот эту присказку надо перевести на русский язык. Пройден огромный путь. Защищены фактически все деньги физических лиц. Ну вот с условием, что человек раскладывает свои деньги по разным банкам. То есть не больше 700 тысяч. Да. Ну на самом деле еще меньше процентов поместились. Не защищены деньги юридических лиц. Мне вот соавтором закону о страховании вкладов очень горько говорить, что деньги юридических лиц чаще намного дороже денег физических лиц, потому что физические лица депозиты свои доверяют банкам для того, чтобы условно говоря накопить на автомобиль. А юридические лица держат деньги для того, чтобы платить зарплату, а зарплата не на автомобиль идет, а на хлеб. То есть оказывается парадокс подходит к названию вашей передачи. Мы защищаем боль лучше деньги, которые идут на автомобиль, чем деньги на хлеб. Что нужно делать? Ну если уж совсем быть коротким и немножко циничным, надо выполнять законы. Возвращайтесь к Думе, Павел Алексеевич, принимайте законы. А уже есть законы. Я же его упомянул. И это такой горький упрек центральному банку. Закон-то, как Андрей Андреевич просил, я выполнил его просьбу, внес и он принят. Центральный банк должен отозвать лицензию тогда, когда достаточность капитала 2%. Плюс 2%, я подчеркиваю, а не минус. То есть когда капитал существует, не проеден, это значит, что все долги клиентов банка могут быть покрыты за счет активов. Я случай не припомню, что после отзыва лицензии банк расплатился абсолютно по всем своим долгам. Значит, лицензия всегда отзывается, не по закону, а позже, чем надо. Вот я думаю, что настало время более жестко подходить, сколько разобраться. Дело в том, что шашку вынуть и нарубить дров можно очень быстро. Нужно понять, какие есть ресурсы у Центрального банка. На самом деле законодательство надо подправить, для того, чтобы эти 2% не были парадоксом, для того, чтобы можно было Центральному банку вести себя более справедливо, я бы сказал, не более жестко, а более справедливо. Ну вот для Елены я открыл сейчас как раз сайт АСВ 8 800 200 08 05 это телефон горячей линии, звонок по России бесплатный и тут прямо на первой главной странице АСВ вся информация для вкладчиков банков Смоленский банк, банк проектного финансирования и Инвестбанк, поэтому заходите на сайт, читайте, знакомьтесь, здесь все есть, достаточно очень просто, сделан сайт доходчиво, что называется. В 65 10 99 и 6 от города 495 Да, Сергей, вы хотели что-то добавить? Я хотел бы добавить, что очень коротко очертить два фактора, которые в обозримом будущем будут влиять на нашу банковскую систему. Первый фактор, вот мы начали программу с того, что там обсуждали факторы, мне кажется, что сильнее и стратегически жестче влияет немножко два других. Первый фактор заключается в том, что на протяжении полутора-двух лет доходность, ну или как говорят маржинальность банковского бизнеса снижается, что у нас предприятия, как заимщики, намного сократили свою активность, банки волей-неволей обернулись физическим лицам, граждане это видят, потому как где-то примерно годика полтора назад массово пошла реклама кредитных продуктов, вот вспомните там пятилетнюю давность, такого уже в принципе не было. Да. Вот. Понятно, что физические лица, как заимщики, гораздо менее надежны, чем юридические, что, соответственно, там определенная напряженность на рынке потреб кредитования создает и так далее. Плохие кредиты граждан накапливаются. Естественно, накопление этих кредитов не идет на пользу банковской системе и так далее. Можно дискутировать, насколько это страшно. Это страшно или просто нежелательно вот в таком диапазоне. Это один фактор. Естественно, вот это вот снижение доходности так или иначе, ну волей, а иногда, Павел Алексеевич правильно сказал, и неволей провоцируют банки на нарушение. Вторая сторона медали заключается в том, что из-за некоторого ухудшения наполнения бюджета политика регуляторов ужесточается по всем направлениям. Это касается для предпринимателей налоговых инспекций, для банков, центрального банка. То есть регулятор начинает в пределах допустимого регулировать жестче. И вот это вот сочетание, с одной стороны худшая доходность банковской системы, с другой стороны ужесточение политики регулятора, она и порождает то, с чем мы сейчас имеем дело. Понятно, что эти факторы будут действовать еще как минимум некоторое время, и для, особенно для юрлиц, это повод критичнее посмотреть на свой расчетный банк. Павел Алексеевич, ну вот ваш прогноз тогда на следующий год, сколько банков у нас останется, насколько мы готовы работать вот с этим количеством банков? Это очень сильно зависит от того, насколько мы будем слушаться президента. Президент 25 раз повторил, не знаю, на кого он рассчитывает, по-моему, все уши затыкают, когда он говорит. О чем? О том, что нужно улучшать инвестиционный климат, что этот климат ни на каком коне не объедешь. Если не будет инвестиций, не то, чтобы никакого процветания, развития, и в частности в банковском секторе не будет, трубы нечем будет латать. Нам минимум 2% роста надо только на трубы, которые каждый год ржавеют. Нужно защищать собственность, для того, чтобы люди не бежали в эти самые офшоры. Он сказал уже в 25-й раз про эти офшорные компании. В прошлом послании говорил про офшорные компании. Отчего же они сюда не приходят? Вот у меня недавно, я не знаю, весь мир уже знает, у меня украли дачу. Я 9 месяцев ищу правоохранительные органы. Войти в суд, в гражданский суд без хорошего знакомства невозможно. Возбудить уголовное дело ни на 3-й, ни на 10-й, ни на 30-й день, не получить заявление об отказе в возбуждении уголовного дела невозможно. спрашивается, кто слушает нашего президента. Вот президенту бы, надо бы позвать министра МВД, если такой есть, позвать начальника этого суда, теперь уже не знаю какого, и спросите у них, дорогие мои, вот есть такой Медведев, знаете Медведев? Знаю, Дмитрий Анатольевич, да не Дмитрий Анатольевич, надо сказать, Павел Алексеевич, дачу украли. Бог с ней с дачи, не защищайте его дачу, ну попробуйте понять, почему он не может ее защитить. Если бы украли не дачу, а бизнес, минуточку, тогда быть за 9 месяцев я бы точно обанкротился, слава богу, на моей даче ничего толком не растет, и поэтому я от нее не очень забишу. А как украли дачу? Выдали документы, на которых было написано, что якобы другой человек владеет моей дачей, и что хоть что и делай. Какая прелесть. Приходишь в МВД на Петровку 38, первое, что обнаруживаешь, что они только 10 статей прочитали из своего закона, в 11-й написано про компьютер. Нет компьютера на Петровке 38. Большое спасибо за то, что вы к нам пришли, я думаю, что мы продолжим этот разговор обязательно в ближайшем будущем, потому что тема не закрыта. Это был парадокс. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова